Полная практика прощения с GreenMindLife и Ярославом Мудр-Воронцовым. Сегодня 26 декабря, это «Мария и мои осознания дня». Так, первое. Смирение — это сильнейшее орудие женщины. Эту тему мы вчера обсуждали с Ярославом Мудром-Воронцовым. И для меня эта мысль, она вчера как-то не особо отложилась, не полностью отложилась. А сегодня, когда я думала об этом, эта мысль с таким яркой вспышкой сегодня в течение дня у меня была. И может показаться изначально, что это не совсем так, что это нелогично, непонятно, как это работает. Но всё-таки, если представить себя на месте мужчины и представить перед собой смиренную женщину и подумать, как ты будешь относиться как мужчина, как ты, как мужчина, будешь относиться к смиренной женщине, то становится более понятно, почему это оружие женщины. Или представить себя мамой и перед ней смиренную дочь. Как ты будешь относиться как мама к смиренной дочери, которая всё принимает, за всё благодарна. И я лично понимаю, что я бы для такой дочери сделала бы всё. Поэтому смирение — это оружие женщины. И это то качество, над которым надо работать каждый из нас. Следующее. Когда проходишь свой урок, ситуация, которая вызывала этот урок, она уходит из твоей жизни. У меня это проявилось на работе с моим начальством. У меня поменялось начальство, я сначала не могла принять новое начальство. И мне потребовалось достаточно большое время, чтобы целенаправленно работать с собой на принятие нового начальства, как начальство, на уважительное отношение к нему, воспитать в себе уважительное отношение к этому новому начальству. И чтобы построить правильные коммуникации, доброжелательные, хорошие, дружественные, правильные коммуникации. И как только я подумала, что вот всё справилось, когда я почувствовала, что можно расслабиться, мне не надо больше над собой делать усилия, сразу же ситуация поменялась, и сейчас я ухожу в другой отдел и буду общаться с другим начальством. И вот эта мысль, что показатель, что я прошла этот урок, она меня сегодня тоже не покидала. И последняя за сегодня — это цепочка причинно-следственных реакций, скажем так. Я вчера, когда разбирала своё личное поведение в определённой ситуации, обнаружила эту цепочку. А потом, сегодня, случайно попала на лекцию, в которой о ней рассказывали. И это удивительно. И я вот хотела бы поделиться этой цепочкой. И так речь идёт о том, что созерцание объектов, которые, по нашему мнению, могут принести нам удовольствие, удовлетворение нашим чувствам, вызывает привязанность. И это правда. Мы когда смотрим на что-то, что нам кажется, либо что будет очень вкусно, либо очень полезно, либо очень круто, как-то наше чувство удовлетворит, у нас возникает привязанность к этому объекту. После того, как возникла привязанность, у нас возникает желание обладать этим объектом. И нам хочется его иметь. А когда это желание не удовлетворено, тут же и сразу же, то возникает гнев. Мы начинаем гневаться, что у нас этого нет. И этот гнев, он порождает заблуждение. Мы когда в гневе, мы не можем трезво смотреть на ситуацию, мы не можем правильно реагировать на неё, мы не можем посмотреть на ситуацию с разных сторон, мы не можем, например, встать в этой ситуации, в какую-то позицию другого человека. Гнев, он как забрало, он эмоция, которая закрывает всё. Мы не видим реальности такой, как она есть, а видим только свой гнев. И вот это заблуждение, оно затмевает нашу память. Потому что у нас в памяти, у нас точно есть опыт, который нам мог бы помочь в какой-то определённой ситуации. У нас точно есть мысли, у нас точно есть качества, которые нам помогут в этой ситуации пройти её экологично. Но этот гнев и заблуждение, они не позволяют нам этого всего увидеть. И невозможность воспользоваться своим опытом и интеллектом, она приводит к потере разума. И вот эта цепочка, что созерцание порождает привязанность, привязанность порождает желание обладать, желание обладать порождает гнев, гнев порождает заблуждение, заблуждение затмевает памяти, а вместе с памятью, за памятью уходит разум. Она настолько чётко описала мою ситуацию, которая была у меня, что это просто удивительно. И теперь мне стало понятно, почему, что и как происходит. Но при этом как это остановить? Мы же не можем прекратить созерцать, прекратить смотреть на объекты, которые могут вызвать у наслаждение наших чувств. Не можем. Но что мы можем, так это освободиться от привязанности. Мы можем не привязываться. И это в наших силах. И вот в этой цепочке, эту всю цепочку освободит непривязанность. Непривязанность к объектам чувств, к результатам наших действий. Это возможно тогда, когда ты благодарен за то, что ты всё имеешь. Когда ты уже доволен всем тем, что ты имеешь, и благодарен за это. И с радостью принимаешь всё, что тебе подарит судьба, когда ты готов принять любой результат, какой бы тебе судьба ни преподнесла. Поэтому будьте свободны от своих привязанностей. Не привязывайтесь. Делайте, что надо, но будьте готовы принять любой результат. И это была полная практика прощения с Green Mind Life и Ярославом Мудр-Воронцом. Живите в радости, в любви и благости. Мы зажигаем звёзды на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.